Коронавирус из Китая опасный и смертельный. По последним данным СМИ, жертвами уже стали больше сотни человек, а число зараженных около четырёх тысяч. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 12 странах, в основном в Восточной Азии. В России вирус не замечен. Аэропорт Барнаула принимает прямые рейсы из Таиланда и Вьетнама. С января этого года всех прилетающих встречают сотрудники распотребнадзора. Проводится опрос пассажиров, есть ли кто на борту по прилету с той или иной клиникой инфекционного заболевания. Проводится анкетирование пассажиров, где они заполняют свои данные, в какой стране они где были и где проживали. И проводится термометрия с применением тепловизора. Тепловизор – прибор для измерения температуры тела по инфокрасному излучению. В аэропорту Барнаула таким способом осмотрели уже 4000 пассажиров. Мы всегда меряем температуру на лбу. Вот на ней навели спектрометром на лоб 36,6. Если температура больше 37 градусов, человеку проводят дополнительный осмотр. Прямо в аэропорту специалисты берут смывы из носа и рта. Эти анализы отправляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Если подозрения на коронавирус подтверждаются, анализы доставляют в Новосибирск для детального изучения. Однако таких случаев еще не было. И отправляют этот смыв на исследование в ПЦР-лабораторию, где с помощью определенного теста экспресс-метода и определяют его структуру ДНК. Подходит он к коронавирусу, либо не коронавирус. Симптомы коронавируса типичны для респираторной инфекции. Температура, слабость, кашель. Основная опасность – отсутствие иммунитета к заболеванию. Уже доказано, что вирус передается воздушно-капельным путем. Сейчас экстренно отменяются туры на курорты Китая, что, естественно, приводит к снижению цен. То есть сейчас туры на вторую половину февраля, на начало марта стали дешевле, чем в прошлом году были. Поэтому цены, да, упали. Ну, может быть, процентов на 15-20. Мы спросили у жителей Барнаула, как они относятся к угрозе коронавируса и полетели бы сейчас отдыхать в Китай. Вряд ли. Я даже посылки боюсь получать оттуда. Нет, не поехал. Нет, даже, наверное, не из-за этого вируса. Просто, в принципе, в Китай не хочу отдыхать, поехать. Смотрите, а если бы, например, очень большая скидка была у туроператора? Жизнь дороже. Да? Так, расскажите, почему? Ну, потому что забыл горбус ездил за границу. Однако сотрудники распотребнадзора от поездки в Китай все же советуют воздержаться. Что же касается Вьетнама и Таиланда, там нужно соблюдать меры безопасности. Избегать массового скопления людей, пить бутылированную воду и питаться термически обработанной пищей. Всегда иметь при себе антисептик. Но главное, если почувствовали себя плохо, незамедлительно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Иван Горбатов, Сергей Балуев, Михаил Лифушан. Новости.